Всем большой привет! Столкнулся с выбором, либо бежать за курткой и снова Анну Пузняхеренко упустить, либо выйти на улицу вот так, как я вышел. Анна, здравствуйте! Мы с вами долго договаривались и в итоге вот наконец-то встретились. Я этому очень рад и буду вас сейчас спрашивать обо всем. Начну с турнира. Я вас увидел в первом круге, в первого турнира и, собственно говоря, сразу же решил, что я хочу с вами пообщаться. Концовка была совершенно сумасшедшая. Вы очень нервничали и готовы были, наверное, уже с арбитром чуть ли не в рукопашную пойти, но у вас были вот эти вот какие-то такие, конечно, недовольства. И вот вся эта атмосфера меня как-то прям так вот к вам... Я к вам очень проникся сразу. Скажите мне, пожалуйста, тот матч на самом деле был каким-то таким необычным? Вот может быть с этой стороны или нет? Спасибо. Да, я чувствую, я выходила уверенно, у меня все получалось. И пару судейских ошибок, важный момент, они меня чуть выбили из равновесия. Ну и началась борьба. И я играла с мыслью, что я играю против соперницы и еще и судья. Ну как бы, не знаю, она делала это специально или случайно, но да. Ну хочется верить, что случайно ведь все-таки, наверное, да? Да, так что это был аморальный тяжелый матч. Ну и была еще на подсознании мысль, что нельзя близко к линиям играть, нельзя сильно рисковать, нужно запас брать. То есть картинка корта у вас уменьшилась, соответственно, сузилась. Да, сузилась, да. Ну слава богу, вы все эти проблемы решили, правда, совсем последний момент. Ну плюс я выиграла этот матч раньше, я его уже выиграла, и у меня тоже мысль была, и мы уже был момент на 6-5, у меня больше, Гюзаль ошиблась, и мы уже шли к сетке пожимать руки друг к другу. И судья сказала, что мяч верный, ровно, и у меня еще эта мысль продолжалась. Ну да, я не помню как, как-то чисто сцепив зубы получилось. Очень длинный матч получился. Да. Я смотрел 3-40. 3-40. Уж там плюс-минус пару минут. Это самый длинный матч в вашей карьере? Я думаю, да, я так не помню, но один из точно. А вот такое время на корте провести именно в интенсивной борьбе, не в тренировке, вот для вас это, в принципе, насколько сложно или не сложно? Да, было сложно с моральной стороны, ну физически, естественно, я чувствовала мышцы везде, да, забились, крепатура, но эмоционально сложно. На следующий день я проснулась, не было моральных сил. А вот следствие это того, что вы столько времени и моральных сил потратили, что довольно легко и быстро уступили во втором круге, который был сразу же. Ну я думаю, да, ну естественно, мне это не помогло, свежесть нужна на матче. Ну да, какие-то мелкие ошибки не доходило до мяча или не было сил как-то лишний раз бороться. А сколько времени нужно вам, в принципе, так вот, идеально, когда идёт турнир, но, соответственно, вот перерывы между матчами, сколько часов может быть больше, чем 24 или достаточно меньше? Сколько, вот как могли бы назвать? Ну, на ITF каждый день матчи, да, если бы мы во вторник играли, у меня бы был день отдыха, мне бы помогло, естественно. Ну как-то я не знаю, сколько мне надо, потому что, как правило, мы на следующий день играем и нужно настраивать себя, что я готова. Ну, я говорила себе, что я восстановилась, я готова играть, но, естественно, тело не обманешь. В целом, ваше путешествие в Караганду вы уже готовы оценить и поставить оценки или сделать какие-то выводы без оценок, но всё-таки что-то вы можете уже сказать по этому поводу? Да, конечно, это, сколько правило, полторы недели. Ну, у меня были проблемы со сном, ну, может быть, из-за разницы во времени, но потом, я не знаю, спустя вот полторы недели до сих пор не наладился сон. Я тоже. Да? Да, да, всё равно рано невозможно снуть. И мне сложно, я каждое утро просыпалась не в бодром состоянии, ну, как-то вот в плане сна сложно. А были ли у вас примеры какие-то похожие в карьере, когда тоже с часовым поясом было связано что-то похожее, и вы могли бы сравнить свои ощущения и своё самочувствие? Где ещё такое было? Ну, как правило, когда в другие страны, в сторону Америки, там время назад, и там, наоборот, ночью просыпаешься. А вот что легче, на самом деле, для игры? Для игры легче, когда время назад. Время назад, ага. Да, то есть ты рано просыпаешься, уже бодрый, и рано ложишься спать, если, конечно, вечерний матч. Ну, его, наверное, проще дождаться, чем выйти, когда совсем сонный, да? Да, здесь я только к десяти просыпалась, а надо уже быть, ну, хорошо, матчи с одиннадцати начинались не сильно рано, но всё равно, надо каких-то пару часов, чтобы расходиться и прийти в себя. Здесь, получается, у меня активность к вечеру как-то просыпалась, я целый день ходила, хотела спать. А когда уже, по сути, заканчивался игровой день? Да, когда уже спать, не могла уснуть, у меня вообще как-то раньше часа не засыпала. А тогда у меня вопрос, стоило ли ехать именно в этот часовой поезд? Вот вы, почему вы приняли это решение? Ну, я заявилась, ну, у нас выбор по турнирам не сильно большой, у женщин хотелось, чтобы был больше. И один из турниров по спискам я попадала в основную сетку, и я была уверена. Я не задумывалась про часовый поезд, но тем более три часа, это не такая большая разница. Да, небольшая, но вот... Ну, я не уверена, связано это с часовым поездом или, может быть, ещё с чем-то. Какой был выбор? Помимо Караганды, куда вы могли теоретически поехать? Ну, я сразу выбрала эти турниры, да. Вот вообще даже, ну, и может быть, ещё в том числе, потому что они два как бы... По спискам я в основу заходила, и я понимала, что лучше начинать с основы, а не через квалификацию. Анна, давайте мы познакомимся с вами чуть поближе, потому что даже на сайте WTA у вас нет ничего. Вот вообще ничего. Вот, я очень мало о вас знаю. Я вряд ли смотрел вас по компьютеру, то есть, да, на ноутбуке или... вряд ли. Но ваша фамилия мне хорошо знакома, естественно, она, ну, перед глазами всегда есть. Давайте знакомиться, расскажите, пожалуйста, о том вообще, откуда, как, что начиналось. Всё, что хотите, рассказывайте. Это очень интересно, это очень важно. Да, ну, я из Киева. 6,5 лет начала играть в теннис. Ну, и как-то играла юниорские, потом профессиональные. Закончила Киевский инфиз. Так, это параллельно уже играю, да? Да, параллельно играю. С кем вы тренировались в юности, и что изменилось по ходу уже профессиональной карьеры, взрослой карьеры? Ну, да, у меня сложности с тренерами, потому что у нас нет тренера при федерации, или нет клубов, где, я могу говорить, всё на личных условиях, не было спонсора, и как-то всё время на договорённостях с игроками, вот, в общем, арендую самостоятельно. Всё меняется, да? Да, ну, в основном самостоятельно. Вы путешествуете с мамой? Ну, чаще сама сюда я попросила, потому что вот в последнее время я уже года два сама, езжу, мне морально тяжело было, попросила, чтобы мама со мной сюда приехала. Ощущается, что легче, вот, вместе с мамой? В плане поддержки, конечно, да, ну, да. Что вы ещё можете рассказать из своей жизни, что могло бы быть реально интересным таким вот, я не знаю, просто, понимаете, любая деталь, на самом деле, она интересна, но оценивать и выбирать вам всё-таки, что именно, но наверняка и в теннисной жизни, и за рамками корта, ну, какие-то истории происходили, о которых... Да, ну, так историй много, так сходу и не возьмёшь, но... Ну, а попробуйте хотя бы одну какую-то рассказать, может быть, она будет покороче, чем другая, но которую можно было бы теоретически рассказать, но всё-таки что-нибудь вот... Чтобы моя меня описала как-то... Это вы сами как считаете, так и... Ну, теннис, я его очень люблю. Это приятно слышать, правда? Да, и вопреки, у меня не было такого, что меня кто-то заставлял, я всегда... Это моя личная инициатива, моё личное желание, и... Ну, мне приходится самой работать, тренером или где-то клубной, чтобы потом оплачивать свои поездки. В общем, играю для себя. А как вот, как раз вот, я так понимаю, что у вас где-то не особенно большой плюс финансовый, да, если так сказать, ну, и минуса нет, вот, то есть вы наплывами, что ли, то в одну сторону, то в другую, да? Да, как от результата зависит, ну, плюс можно заработать... Ну, я тренирую, когда могу. А вот как это, вот расскажите, как вы тренируете, когда вроде бы идёт сезон, вот в какие моменты, где, кого? Да, когда домой возвращаюсь, в Киеве. Ну, есть пара учеников, но они знают, я их не веду, как бы, постоянно, я больше консультирую. Но это маленькие дети или это уже взрослые? Дети, профессионалы, взрослые, разные. А сколько часов вы, собственно говоря, занимаетесь тренерским? Ну, началась карантина. Да, когда карантинная история началась. То есть это вообще был ваш старт тренерский, да? Да. И вот, например, взять один отдельно взятый день, когда вы тренер. С каких до каких часов в итоге у вас эти все... Ну, вот, хорошо, самый длинный, самый длинный тогда. Хорошо, надо посчитать. Ой, ну, по 8 часов было. По 8 часов. Это не перебор, в собственном ощущении? Да, ну, я как бы активная, у меня вообще чувство усталости. Оно приходит, когда я уже падаю. У меня нет лимита. А вы, когда тренером, вот, бываете, вот в те моменты, вы больше делаете акцент на техническом оснащении, что-то демонстрируете сами и пытаетесь научить? Или вы больше тактику, вы больше говорите? Ну, смотря... Ну, я общаюсь, и то, что предпочитает. Есть любители, которые просто хотят хорошо провести время на хорте. Но мне нравится психологическая сторона тенниса. А ощущение того, что вас понимают и как бы воспринимают, оно всегда есть или бывает, что... Нет, ну, бывает по-разному. Ну, да, ну, я, в принципе, умею контактировать с людьми, но разные ситуации бывают. Не всегда одна и та же подсказка, там, например, одна и та же вещь или одно и то же упражнение кому-то помогает, кому-то не помогает. Нужно находить индивидуальный подход. В тупик вы не заходили вот в этих ситуациях? Ну, я не... У меня нет такого, что я веду игрока. Мне проще. У меня нет такой ответственности. В основном у игроков есть свой тренер, а я как консультирую, я делюсь опытом. Опыт у меня, естественно, есть. И пока не сталкивалась с таким. Окей, давайте к вашей карьере. И, конечно, мне очень сложно, поверьте, вот в этой ситуации вам задавать эти вопросы просто потому, что, ну, не видел. Ну, как говорится, не казните за это. Ну, так, вот сложилось. Но когда я пролистывал все вот эти огромное количество матчей за разные годы, то мне бросилось в глаза два момента. У вас, в принципе, в карьере есть довольно много матчей и выигранных в сухую, и проигранных в сухую, что мне вот бросилось в глаза. И бывают какие-то такие очень резкие то вверх, то вниз. То есть вот не то, чтобы это что-то уникальное, прям совсем уникальное, но вот это очень бросилось в глаза. Вот, например, была у вас хорошая серия турниров. Это все вот как раз было на просторах СНГ. Я сейчас запутаюсь, если все будут вспоминать страны, но, по-моему, чуть ли даже не в России. Были турниры достаточно хорошие, вроде бы вы набрали форму, а потом переход и что-то совсем не так. Так вот, откуда все это берется? Есть ли один ответ на это или в каждой ситуации по-разному? Я бы тоже хотела знать. Я знаю о себе, что у меня сильно хорошо, сильно плохо, тяжело удержать середину. Я думаю, это связано с тем, что у меня нет постоянного тренировочного процесса, нет системной подготовки. И такая игра я хорошо играю, это плохо. Ну вот хорошо и плохо вы играете, это с чем все-таки связано, ну хорошо, помимо того, что вот, например, вы сейчас, грубо говоря, тоже без тренера, да? Ну вот здесь, вы здесь без тренера. Вы можете сказать о том, что я играю гораздо хуже именно по этой причине здесь и сейчас? Есть такое? Или вы в хорошей форме сейчас? Я вот перед этим, я была в Португалии, я очень хорошо чувствовала свои удары, свою игру. И у меня была неделя в Киеве. Я думала, я потренируюсь и приеду сюда в форме. Мне в Киеве не удалось потренироваться. То есть у вас какой был перерыв без тренировок? Ну, полторы недели. Полторы недели. А вот что это, так вот на пальцах объясните, что это для профессионального теннисиста оказаться в середине сезона, вот в такой ситуации? Ну вот я думаю, стабильность падает. Все равно нужно высококоординационный вид спорта отрабатывать и делать эти упражнения, чтобы была мышечная память. Вот прошло полторы недели уже в тренировочном процессе, но так или иначе, да, и игровой, и тренировочный, после паузы, да? Нет, это я сразу на турнир приехала. Нет, я вот и говорю, что вот эти полторы недели турнира. Ну, а на турнире это уже не тренировки, на турнире уже как готов, как все, играешь. Ну, хорошо, изначально, значит, нельзя было сказать, что у вас максимальная была готовность. Нет, ну... Да, но вы что-то набрали по ходу. Нет, я наоборот, я приехала в лучшей форме, и я была более... я уверенность почувствовала. И во время матча вот что-то у меня потерялось. Ну, возможно, сказался первый матч такой. Именно вот во время первого матча я начинала хорошо, потом в какой-то момент, в общем, потерялась. Несколько слов о непосредственно вашей игре. На чем бы вы сделали акцент? Ваши сильные стороны, ваш стиль игры? И какие-то вот акценты, пожалуйста, расставьте. Ну, я люблю создавать, я, то есть, играю сама, я перевожу. Я люблю играть быстро. Ну, активно, да. Я сама люблю забивать. А ваш коронный удар? Справа. Справа. А над чем, как говорится, надо работать? Постоянно вот какое-нибудь слабенькое место или не расскажете? Ну, над всем. Да нет, ну, над всем надо работать. Но я думаю, у меня защита. Надо подтянуть защиту. А можете вот достаточно так емко и коротко, но все-таки объяснить тем, кто был бы очень этому заинтересован, но не до конца понимает, как можно достаточно быстро подтянуть игру в защите? Вот в обороне, ну, то есть, это так будет, наверное, звучнее. Вот что нужно, вот что нужно сделать? Нужно делать определенные упражнения. Так, а кто должен контролировать? Тренер. Тренер. Да. А вот эти упражнения невозможно делать, будучи одной, самой себя контролировать? Ну, это сложно морально быть и игроком, и тренером. То есть, как игрок, он смотрит на мяч и выполняет движения. Тренер, он контролирует процесс. И одновременно и контролировать, и играть, это возможно, но это как дополнительная нагрузка моральная. Ну, всегда со стороны виднее. Иногда свои эмоции, свои какие-то недовольства мешают увидеть истинную картину. А как вы относитесь к подсказкам, к, может быть, критике, может быть, еще каким-то замечаниям, которые идут не от тренера, а от человека, который, в вашем понимании, не профессионал. Но, может быть, он уже не говорит при этом что-то там неправильное. Но, тем не менее, есть разница. Вот вы как, воспринимаете? Да, я воспринимаю. А вот, например, мама, вам что-то... Да, я маму воспринимаю. А бывают какие-то споры? Именно вот в профессиональном плане с мамой? Она не сильно, она как бы как мама, может сказать. Она никогда не позиционирует себя как профессионал в теннис. В общем, как маму, слушая, да. Очень хорошо. Несколько слов о маме, и о папе, и о своей семье. Расскажите, кто есть, кто у вас? Папа, мама, сестра, старшая. Как зовут? Папа Сергей. Мама Елена. Сестра Катерина. И две собаки. Отлично. А собака как зовут? Энди и Генри. А породы? Уэст-Хайланд-Вайтерьер. Два оба. Ничего мне это не говорит. Ничего мне это не говорит. Но мне кажется, что они очень хорошие. Вот это точно. А чем занимается сестра, чем занимается папа? Мама, я вижу, чем занимается. Да, ну, мама со мной сейчас на турнире. Ну, папа работает, у него небольшая своя строительная фирма, директор фирмы. Сестра в фэшн-индустрии, она в магазине Шанель работает, вижел мерчендайзер, далеко от спорта. Так, а вот тогда вопрос, а каким образом вы оказались сами в теннисе, кто вас туда направил? Да, благодаря сестре, она старшая. Так. И, ну, я не помню момент, папа или мама как-то, сестра ходила на плавание, и как-то на музыку везде, и как-то пошла на теннис. И я не помню, но как мне рассказывают родители, что я когда увидела ракетку, я ее обняла, и, в общем, ходила, гордая, с ракеткой, ну и так. То есть, ну, это любовь с детства действительно такая. А есть ли какой-то игрок или теннисистка, или теннисист, который для вас какой-то такой, ну, или ориентир, или что-то, ну, как минимум симпатия, и вот такой вот, кто этот или это? Да, ну, мне многие нравятся в туре, у меня нет такого кумира, кого бы я могла выделить один-единственный. Ну, все, кто в топ-10, это все, не знаю, это суперлюди тенниса, но я ориентируюсь на свои ощущения. Хорошо, если тогда просто, чтобы всем было понятно, Федорер или Надаль? Оба. Оба. А как может быть оба, они же разные совсем, ну как? Ну, я смотрю не как болельщик, я как теннисист, как профессионал, есть моменты, которые мне нравятся у Надали, есть моменты, которые мне нравятся у Федорера, а так нет такого, что я за кого-то одного болю. Хорошо, условно говоря, Сирена или НН? Ну, НН. Ну вот, вот этим вы уже кое-что приоткрыли. Анна, я вас очень сильно благодарю за время. Спасибо. Вот, я вам желаю всего самого наилучшего, вы большая молодец, за вами очень приятно смотреть. Вот, и я вам вот желаю, чтобы у вас карьера продолжалась очень хорошо, очень удачно, очень успешно. Всего вам доброго и до новых встреч, совсем скоро увидимся. Спасибо. Спасибо.